Мирный процесс на востоке Украины, активизировавшийся в конце прошлого года, вновь начал пробуксовывать. С такими заявлениями выступили участники новой встречи контактной группы в Минске. Стороны фактически вернулись к старым претензиям. Так Киев настаивает на том, чтобы вести переговоры по всем темам, не с представителями сепаратистов, а непосредственно с Москвой. Российская сторона никогда не признает, что она является агрессором, что она поставляет оружие и боеприпасы, что она оплачивает все эти действия. А с представителями отдельных районов мы не общаемся и переговоров не ведем. Большим успехом и надеждой на нормализацию отношений называли обмен пленными, который состоялся в конце декабря. На прошлой неделе в украинском МИДе заявили, что новый такой обмен может состояться до нормандского саммита. Эту встречу планируется провести примерно в апреле, однако точные сроки до сих пор не определены. Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию на земле, и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера и с закреплением всех аспектов особого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины. Сама ситуация в Донбассе резко накалилась. 18 февраля в районе Луганска произошел крупный бой с применением в том числе тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Обе стороны обвинили друг друга в провокации. Наблюдатели назвали произошедшее самым серьезным обострением за последние годы.